И как раз продолжение темы. Кому платить за коммунальные услуги? Такой вопрос встал перед жителями 12 домов, обслуживаемых управляющей компанией «Ключевое». Она долгое время не расплачивалась с поставщиками ресурсов и была признана банкротом. Теперь от этого страдают рядовые граждане, платежи которых ГРЦ отказываются принимать. Дело дошло до общего собрания собственников жилья, на котором также присутствовали конкурсные управляющие предприятия банкрота, поставщики ресурсов и наша съемочная группа. Конкурсное производство введено в «Ключевое» с 15 сентября. Но Динар Акбаров, назначенный судом руководитель, до сих пор не получил всех необходимых документов для осуществления своей деятельности. «Ключевое продолжает свою деятельность в связи с одномоментным уголовнением по собственному желанию всех сотрудников, их желание работать со мной, призваны непонятными причинами. Я думаю, что мы должны быть правильной организацией за осуществлением своей деятельности». По словам Динара Акбарова, предприятие было далеко не убыточным. Собираемость платежей с населения составляла 99%. Однако до поставщиков деньги не доходили. Бывший директор «Ключевого» Анна Сацук опровергает эти цифры и конкурсному управляющему, мягко говоря, не доверяет. «Вы собираете собрание, вы что-то говорите людям, вы поливаете меня грязью, вы не принимаете документы, мы вам посылками их отправляем». В то же время работа конкурсного управляющего только усложнилась с потерей базы данных, которую якобы атаковали неизвестные хакеры. В итоге платежи за октябрь начислены некорректно. На фоне этой неразберихи появилась управляющая компания «Авангард», сотрудниками которой стали бывшие работники «Ключевого». И они вновь предложили жильцам свои услуги. «Попросила меня подписать договора за протокол за «Авангард». Мне вообще не понравилось форма представления, вы за «Авангард» или за «Ключевой». Да я вообще ни за кого, я за себя лично». С помощью такого голосования жильцам вроде бы удалось сменить управляющую компанию на «Авангард». Но законность этого решения вызывает сомнения у ресурсоснабжающих организаций, которым должны не один миллион. Разорвать договорные отношения с «Ключевым» жильцы могли лишь при условии отсутствия задолженности перед ним. Да и протоколы решения собственников предоставлены не по всем домам. Сегодня у нас продолжает действовать договор с «Ключевым». Заявки на расторжение от данной компании не поступало. Одновременно с этим от господина Чванова, представляющего компанию «Авангард», поступило с заявками заключения договора на 12 жилых домов. Протоколы представлены по 7. От них те же лица, от них те же учредители. Мы увидели здесь только одно, что создается новое «Ключевое-2». Как вы проводите предприятие, которое поставляет услуги? Что я должен думать? Что именно эти же люди, с которыми я вчера работал, поставлял услуги и обманывая меня, обратно не платили. Ресурсы, снабжающие организации, боясь наступить на те же грабли, не торопятся заключать договоры с новоиспеченной управляющей компанией под вывеской «Авангард». Из-за всей этой неразберихи страдают прежде всего рядовые горожане. Ведь конкретного ответа, куда им платить, кому отдавать деньги за коммунальные услуги, так и не прозвучало. Правда, несмотря на финансовый коллапс, подачу ресурсов никто не перекрывает. А жилая инспекция проводит свою проверку. Артем Смолькин, Ленар Мустафин, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.